Активистами была найдена возможность, было предложено, например, на базе Дебаркадера сделать новую местную достопримечательность, музей Волги. Вот сегодня говорили о том, что есть грандиозный проект о Великой Волге. Вот возможность в конкретном месте реализовать его. Известный судомоделист Александр Скоробогатов вызвался отдать будущему музею 37 кораблей в масштабе 1 к 50 и построить там грандиозную лодку. Уже есть экспонаты, уже есть люди, которые согласны и готовы это сделать. Однако 21 апреля были начаты работы по сносу постройки. То есть первый этаж Дебаркадера был разрушен. Сейчас, это не было бы так смешно и грустно, разбит палаточный лагерь. Рядом с Дебаркадером. И люди пытаются защищать грудью. Если очередные бульдозеры придут, народ грозится машину ставить, ложится на землю и так далее. То есть это смешно, но этот трагизм жизни, да, наших, когда, к сожалению, нет диалога между властью, между бизнесом, между обществом. И когда он начинает выстраиваться. И вот гражданское общество, оно выстраивается как раз в такие моменты. Мое личное мнение, как бы, ну, есть Дебаркадер, да, как бы, в принципе, как, как, не культурно, а как бы такая изюминка, как города, да, то есть региону, что есть такой Дебаркадер, да. И вот сейчас есть организация, которая уже выиграла эту процедуру по сносу данного Дебаркадера. Как, например, вы представляете себе законодательно, да, то есть когда Академия физической культуры сейчас говорит, вы знаете, мы не хотим его сносить. Он говорит, а как, мы, у нас есть договорные отношения, правовое поле, мы должны исполнить свои обязательства. Я к тому говорю то, что сейчас, когда уже, как бы, мельница-то завертелась, вы хотите, чтобы вмешалась власть. Власть должна, соответственно, давить на руководство академическое, прекращайте это дело. А тогда та организация, которая привезла туда своих людей, то есть тоже вложила, рассчитывает на прибыль, им как быть. Как, 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 как арт-объект, я вам, я говорю, как лично, как мое личное мнение, как арт-объект, я согласен. Но только, чтобы это было, что, что, что это было безопасно. Вот здесь вот именно исторические цены. Уважаем, пожалуйста, вы знаете, я думаю, что вы говорите, что это тот, который еще арт-объект. Я говорю, что арт-объект, потому что я не знаю, культурный он, не культурный, потому что есть комитет по культуре областной, у которого есть перечень объектов культурного, федерального и регионального значения. Ну вот здесь ситуация такого когнитивного диссонанса, когда проводится конференция по развитию в стенах физакадемии, которая же санкционировала, к сожалению, снос дебаркадера. И самое главное, это диалог, это возможность диалога по поводу того, что уже произошло или вдруг произойдет, чтобы не допустить сноса, чтобы можно было как-то ситуацию исправить и приобрести для региона культурный объект, который был бы интересен в туристическом плане, который был бы интересен в плане сохранения истории и ее распространения среди молодежи. Я думаю, что если есть в городе такой центр притяжения, то он может быть под давлением общественности сохранен, даже если там по 94-му федеральному закону о госзакупках кто-то выиграл тендер на его разрушение. Все можно вернуть на круги своя, главное вовремя, если к этому приложат руки заинтересованная общественность. КОНЕЦ КОНЕЦ Сегодня был круглый стол в Академии физической культуры. И вроде как все за то, чтобы сделать здесь музей. И, опять же, информация эта проходит в интернете, то есть как бы не источника, верить не верить тоже вопрос открытый. И, значит, представитель с Волгоградской администрации заявил, что, значит, есть там какой-то особый закон, что уже подписан контракт, что уже как бы сноса пути нет назад, то есть от него. Но мы будем стоять до последнего. Пока адекватного решения не будет по поводу того, что его сохраняют, по поводу того, что его передают на баланс музею. Вот так.